Опять угрожает? Конечно. Да я вам все угрожу нахуй. Вы уже заебали меня нахуй просто и все. Я тебе говорю, мы сейчас зайдем наверх у всех. Я сейчас, сейчас. Все сейчас. Не трогай. Не трогай вообще. Мужчины, пожалуйста, помогите. Остановите вот этот беспредел. Это что такое, а? Вы посмотрите, что делают, а? Это что такое? Что тебе надо? Посмотрите, что делается. Помогите, пожалуйста. Помогите. 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 Россия – огромная страна, и, к сожалению, чем дальше от Москвы и крупных городов, тем больше происходит беззаконие. Вот смотрите, Холоков Роман мне угрожает просто моей жизни, моему имуществу, обещает все у меня сжечь. Вот вы слышите, да? Наша новая история из небольшого города Партизанск в Приморском крае с населением всего в 36 тысяч человек. Там силовики, вместо соблюдения законов и отлова преступников, сами идут по тропе криминала. ...органов, улыбаясь, пожимая руки друг к другу, общаются с криминальными авторитетами. Паре с криминальными структурами сообща, полиция занимается рейдерством, вымогательством и фабрикацией уголовных дел против неугодных. Саш, снимай, пожалуйста. Они угрожают Женьке расправой, вот просто угрожают. Слышала, да? Вот смотрите, это Борькин Андрей Анатольевич. Вот, смотрите. ...в ФСБ, смотрящий за поселок Лазовы. Как вы теперь принимаете? Вот в состоянии алкогольного опьянения. Угрожают. ...зобу вы... ...обещали. Жителям Партизанска в буквальном смысле не к кому обратиться и попросить защиты. По справке ФСБ, смотрящий за поселок Лазовы. Какой ты предприниматель? Ты что здесь орешь? Откуда дворняшка вообще взяла здесь? Ты, а? На примере уголовного дела, которое вел старший следователь Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю полковник Жуков, мы расскажем, как без прямых доказательств, основываясь на показаниях преступников из группировки «Общак» и смотрящего за Хабаровском, получается нужное уголовное дело. Как после фабрикации уголовного дела идет расхищение и рейдерский захват имущества, в том числе с применением угроз и физической силы. Я стою у себя на участке. Ты будешь делать, что это моя территория, нахуй ты. Это моя территория. Иди отрезвей. А самое интересное, расскажем, как и кто нагло обманул председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина и генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова. Именно об этом деле расскажет момент истины. Корреспонденты редакции посетят город Партизанск, возьмут интервью у действующих лиц этой истории и пообщаются со свидетелями. Также мы просим всех, кто столкнулся с произволом в Партизанске или пострадал от действий преступной группировки «Общак», связаться с нашей редакцией.